В шпинели не должно быть никаких включений, шпинель должна быть прозрачная. А как насчет вселенной в камне? Я к вам буквально на 2 минуты, но я просто не могу не показать эту шпинель. Зацените, мы с вами под недавним видео говорили о том, что 80% шпинели прозрачной не имеют включений. И, соответственно, где-то 20% эти самые включения имеют, и вроде бы это как бы обесценивает камень. Но есть исключения. Просто посмотрите на эту шпинель. Это космос в прямом и переносном смысле у вас на пальце, или у вас в подвеске, или у вас в сережке. Да, там много включений. Там есть кобальтовое что-то, что-то рыжее. И мы такое видим обычно, когда мы смотрим фотографии дальнего космоса, например. И что удивительное, эти включения камень не просто не портят, они придают ему характер и 100% неповторимость. Лавандовые шпинели примерно одинакового цвета и огранки потрудиться поискать и найти можно. Второго такого невозможно найти, даже если будет запрос. Это просто вселенная в камне, как она есть. И по поводу рук огранщика, я знаю, что будут комментарии. Это руки огранщика, ребята. С ними ничего не сделаешь. Они действительно отличаются от рук, привыкших к клавиатуре. И ногти у него такие, потому что они нужны ему для работы. Собственно, вот такая совершенно феерическая шпинель. Космос в прямом и переносном смысле.